Времена изменились Компании и крупные корпорации набирали персонал один раз в год Обычно в апреле они выбирают между выпускниками Эта процедура называется хайзоку и может походить на военную перекличку Кто хочет работать в магазине? Я! Я! Как бы мне не было сложно, я никогда не придам свой магазин Где студенты не только проходят собеседование, но и клянутся в верности будущему работодателю И дальше эти студенты всю жизнь работали в этой корпорации Карьерный рост происходит не из-за личных заслуг, а потому что пришло время Каждая корпорация выращивает нужных ей сотрудников на перспективу Соответственно, если ты вывалился на полпути из компании Устроиться в нее обратно крайне сложно И вот люди в 91 году были массово уволены В 92, 3, 4 кризис продолжался и работу они себе найти не могли И все! И больше никем устроиться никогда так и не смогли Положим тебе, в 91 было 35 и ты был руководителем какого-то департамента Менеджер среднего звена Вполне себе успешный, с хорошей квартирой, с хорошей машиной И перспективами того, что ты станешь еще более богатым к 45-50 годам И тут ты уволен И дальше ты понимаешь, что встроиться обратно в систему пожизненного найма не можешь Этих людей называют потерянным поколением И как минимум миллион человек из них теперь пожилые бедняки Вот просто две стороны системы пожизненного найма С одной стороны, здорово, что работник может быть уверенным в том, что он будет постоянно при деле, при зарплате У него все будет идти хорошо, в гору, компания о нем позаботится Более того, вокруг тебя работают параллельно с тобой примерно твои ровесники, с которыми тебе легко найти общий язык На должностях выше всегда кто-то постарше, на должностях ниже всегда кто-то помоложе по возрасту Это опять же психологически легче Но с другой стороны, стоит выпасть из этой обоймы и все И твоя жизнь просто разрушена Сейчас система пожизненного найма, конечно, не настолько распространена, как это было в 70-е, 80-е и даже 90-е годы Сейчас многие компании набирают уже работников и 30-летних, и 40-летних и так далее Но многие корпорации все еще сохраняют вот эту вот систему найма один раз в год студентов-выпускников вузов Вот, ребят, вещь, которую вы можете найти только в Мишинаре Это химчистка автоматическая Во-первых, она очень дешевая 150 йен за стирку, а вот за маленькую даже 100 йен И еще 100 йен за сушку Абунь